Васан, ты бы поиграл годик в футбол в Саудовской Аравии за 700 миллионов? Нет, Саш, я бы остался в Москве и продолжал бы снимать с тобой пять причин. Вот, согласен, это круче. А вот что выберет Мбаппе мы пока не знаем. Зато знаем, что в Париже Мбаппе или без него точно будет новый проект. И ключевая фигура здесь не Киллиан, а тренер Луис Инрике, который наконец-то вернулся в клубный футбол. Да, это интригует. Но не меньше интригует другой богатый и гораздо более близкий для меня клуб. В Челси ведь тоже новый проект. И выбор Почетина мне, если честно, нравится. Кстати, Челси и ПСЖ сейчас играют в предсезонных турне. Причем в разных концах света. Лондонцы в США, а парижане в Японии. Команде Почетина в воскресенье придется сразиться с крепким и хорошо знакомым по АПЛ Фулхамом. А у парня Инрике соперник еще серьезнее. Финалист последней лиги чемпионов Интер. Этот матч во вторник. Ссылка на фонбет, как всегда, внизу. А при регистрации в приложении с промокодом Мяч вас ждет бонус 2000 рублей. Сань, ты серьезно считаешь, что с Боулей хоть у кого-то может что-то получиться? Да, в Почетина я верю. Да и Боулей кажется... Хотя давай я приберегу аргументы. В общем, сегодня предмет спора такой, какой из проектов будет реально долгосрочным. Почетина в Челси или Энрике в ПСЖ? Кто за кого вы уже поняли, поэтому все, начинаем. Первая причина там бла-бла-бла. У Энрике получится проект в ПСЖ. И первая причина – системность. Тренеры Парижа при шейхах раньше брались под конкретную задачу – быстро выиграть Лигу чемпионов. А выстраивание командной игры в долгу не задумывались. Но Энрике именно строитель. Он берет игроков под свой футбол, даже если выбор не очевиден. В сборной Испании он не вызывал не вписывающихся топов Рамоса и Дехея. А основным вратарем сделал Симоно, потому что он лучше подходил под систему. И на Евро 2020 эта тренерская команда почти без звезд, с классной игрой, едва не вышла в финал. С ресурсами ПСЖ и стилем Энрике может получиться суперкоманда. Почтину в Челси надолго и первая причина – очищение под Мурисио. Аргентинцы делают упор на физику, трудолюбие и мотивацию игроков. Поэтому с Челси ушли старички – Канте, Абамьянк и другие. И те, кто не горел желанием оставаться, как Маунт и Хаверц. В раздевалку теперь точно все влезут. С Почтина долго договаривались. Он явно требовал влияния на трансферы и, видимо, получил. Быстрый форвард Джексон вписывается в футбол Мурисио и уже начал приносить пользу. Идут точные поиски футболиста в опорную зону. Здравый смысл вернулся на Стэнфорд-Бридж. Вторая причина – летние трансферы. Очевидно, что руководство доверилось Энрике. Вся компания под него. Началась смена поколений. Ушел Месси. Ищут покупателей для Верати, Вейналдума, Дракслера, Паредеса. Вот-вот продадут и Карди. Всем этим игрокам в районе 30-ти. Пришли же либо молодые, Бугарте, Ликанин, либо футболисты в праймовом возрасте – Асенсио и Эрнандес. Формируется костяк новой команды на несколько лет вперед. Говорят, даже в истории с Мбаппе Энрике проявил принципиальность. Либо давайте продавать сейчас, либо я буду встраивать его в систему. Вторая причина – подходящий состав. Почти на ней нужно много покупок. Имеющаяся обойма подходит. То есть, наконец-то, грамотный выбор. Тренера взяли не наобум. Как будто игроки специально собирались под любимую схему Мурисио – 4-2-3-1. Фланги – важнейший элемент стиля, топовые и по два человека на позицию. Нгун-Ку – один из лучших атакующих футболистов Европы. Большинство игроков молодые, до 25-ти. А Почтина умеет раскрывать таких на максимум. Самые яркие примеры – Кейн, Сон, Дели Али, Эриксон. Ждите, в новом составе Челси появятся легенды. Третья причина – Энрике оздоровит клуб. Луис доказал, что умеет работать не только с игроками-функциями, как в сборной, но и с суперзвездами, как в Барсе. Именно он из мега-селебрити со сложнейшими характерами создал легендарное трио МСН. И именно при нем Неймар показывал лучший футбол в карьере. В ПСЖ у испанца будет баланс. Скромные парни под систему и как минимум одна суперзвезда – тот же Неймар. Авторитета и открытости, вспомните хотя бы его интернет-стримы, Луиса точно хватит, чтобы примирить команду и с разбушевавшимися в последние годы фанатами. Скандалов он не допустит. Третья причина – психологическая перезагрузка. Почти на времен Тоттенхема славился классной атмосферой. Шпор и Примурисио были суперсплоченной командой с сильным характером. Помните, как они на зубах вытаскивали матчи с Ман-Сити и Аяксом, и в итоге вышли в финал ЛЧ. Состав нынешнего Челси явно не на 12-е место в АПЛ. Так что большинство проблем в головах игроков. Почтино уже принялся за микроклимат. На тренировках сплачивает футболистов, идеально общается на пресс-конференциях, устраивает барбекю для персонала, в общем, создает крепкую семью на годы. Четвертый фактор – опытное руководство. Кто бы что ни говорил, но боссы ПСЖ и Боули в Челси – это разные лиги. В Париже при шейхах на самом деле немало позитивного. И в чисто футбольном плане клуб стал самым титуловным в стране, вышел в финал Лиги Чемпионов. И в околофутбольном продаже футболок, лучший в мире маркетинг и так далее. Владельцы за 12 лет набили шишек, и по сравнению с Боули они суперадекватные. Американец сначала оптом покупает, потом пачками продает и странно меняет тренеров. Почтино в клубе с таким сумасбродом во главе задержаться будет очень сложно. Четвертая причина – в Челси выстраивается структура. Как бы странно не вел себя Боули в первый год, изначально он хороший бизнесмен. И сейчас он понял, что он ломал дров. Больше таких ошибок американец повторять не намерен. В последний год в клуб пришли два спортивных директора. Пол Уинстенли из Брайтона и Лоренс Стюарт, поработавший в системе РБ и Монако. Это прогрессивные управленцы, которые не будут лезть в работу тренера. В связи с Почтино им будет комфортно строить новый проект. Да и Боули, кажется, понял, что не стоит сильно вмешиваться. Пятая причина – внутренняя конкуренция. Лига-1 гораздо комфортнее АПЛ для построения проекта. В матчах чемпионата Энрике может спокойно экспериментировать. В Англии же сейчас не Биг Сикс, а с Ньюкаслом, Астон Виллом и Брайтоном все Биг 9. Дикое соперничество. При этом у большинства конкурентов структура уже выстроена и работает. Почтино придется догонять. Лучшие проекты аргентинца – середняки. Испаньол, Саутгентон, предтоп Тоттенхэм, где ему давали время и не было такого давления, как в Челси. А вот в звездном ПСЖ не сложилось. Вот и сейчас Поч может поплыть. Ну и пятая причина – идеальные условия для фундамента. Да, у Энрике легче чемпионат, но у Почтино в этом сезоне нет Еврокубков. Спокойный недельный цикл без разъездов по всей Европе. То, что нужно для строительства новой команды. По сути, сейчас у аргентинца такие же вводные, как когда-то в Тоттенхеме. Нужно сделать топа из середняка. Плюс планка ожиданий после кошмарного 12-го места и у болельщиков, и у руководства не будет завышенной. А вот в Париже Энрике сам озвучил цель – взять ЛЧН. И при очередной неудаче там снова могут психануть и, по традиции, сменить вектор. Слушай, Сань, вот ты как болельщик. Скажи, неужели ты будешь доволен, если Челси станет новым Тоттенхемом? Что, трофеи вообще клубовые теперь не важны? Ну, после кошмара прошлого сезона Тоттенхем, который был при Почтино – это неплохой вариант. А дальше больше главное терпение, ну и не суетиться. Ты это более, пожалуйста, скажи, как можно вообще говорить про какую-то адекватность, когда ты продаешь двух важных игроков полузащиты прямым конкурентом, а сам остаешься с недокомплектом в центре? Слушай, ну не держать же их, если они сами не хотят. А опорника найдем, все будет нормально, тот же Касседа – отличный вариант. А вот как будет уживаться Энрике с руководством ПСЖ – это большой вопрос. Там с одним БАПе никак не могут разобраться. Ладно, ладно, это вечный спор. Рассудите вы нас. Если считаете, что Энрике и ПСЖ – это долгосрочный и успешный союз, голосуйте за меня. А за меня, если думаете, что Челси на пути к выздоровлению и впучительно получится построить что-то интересное. Голосование внизу, в Телеграме. Подписывайтесь там на канал Меча и личный канал Васанта «Москвич Индус». Саня, как обычно, когда речь о Челси, надевают розовые очки и выдают желаемое за действительное журавлёд. И Васант, когда речь о людях из драгоценной Барсы, розовые очки вообще не снимаются балан. ПСЖ будет играть, как Испания с Марокко на Мундиале, да? Ну супер привлекательный проект. Саня, Чукву Эмека и Конор Галлахер. Вот это я понимаю в Сентерполь. Класс! Будут в порядке, поверь. Да! Ура! Субтитры подогнал «Симон»!